Бытует мнение, что современные дети читают очень мало или не читают вовсе. Соцсети, видеоигры, фильмы и мультики захватили внимание подрастающего поколения целиком и полностью. Но так ли это на самом деле? И как часто юные саровчане приходят в библиотеку? Книга-раскладушка, принцесса и даже погремушка. Они бывают самых разных форм, объемов и расцветок. Книги нового поколения идут в ногу со временем. С ними путешествие волшебный мир литературы надолго останется в памяти ребят. К примеру, в книге Артура Конан-Дойля есть вкладыш с лупой и картой Лондона. Только взяв их в руки, уже можно почувствовать себя в роли настоящего сыщика. Современная детская книга – это совершенно уникальный такой феномен. Она отличается от детской книги советского периода, например, в первую очередь тем, что эта книга, мне кажется, совершенно необыкновенная, она ни на что не похожа. В них поднимаются такие темы, которые очень интересны детям, даже совсем маленьким. Самым юным читателям Пушкинки около двух лет. Книги им читают, конечно, родители. Очень важно не только привить детям любовь к литературе с ранних лет, но и поддерживать ее в дальнейшем. Ну, это наше время. Поэтому, наверное, задача всех взрослых сделать так, чтобы этот интерес у ребенка к чтению держался как можно больше. Ну, а здесь на помощь нам приходят в первую очередь вот те необычные книги, которые у нас сегодня есть, а во-вторых, это обязательное присутствие в этом процессе взрослого, потому что очень важно с ребенком разговаривать по поводу того, о чем он прочитал, выстраивать диалог. У детской книги даже есть свой праздник. И связан он с именем талантливого сказочника Ганса Христиана Андерсена. Отмечает его 2 апреля. В этот день один раз в два года лучшим детским писателям вручают почетную премию или медаль Андерсена. Невероятно важную роль играют детские книги в развитии детей. И сегодня ничего не изменилось, несмотря на то, что нам кажется, что время поменялось. И не всегда у нас находится возможность почитать с детьми книги. На самом деле, этот день – отличный повод вспомнить о том, что книга должна обязательно присутствовать в жизни любого ребенка. Международную премию Андерсена вручили художницы-иллюстратору из Нижнего Новгорода Татьяне Мавриной. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.